МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернаторы видят только один выход – вернуться к старому советскому способу – использовать массовый общественный транспорт. Забайкалье попало в число регионов, где губернаторы и государственные служащие достигли лучших результатов оценки эффективности в своей работе. В связи с этим председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев выделил региону 983 миллиона рублей. Забайкалье под руководством Александра Осипова заняло 22-ое место по эффективности управления. Лучшие показатели отмечены в Крыму, Петербурге и Краснодарском крае, каждый из которых получил около полутора миллиардов рублей. Прорыв водохранилища затопил 400-метровый участок дороги номер 45. В Краснокаменске авария произошла ночью 1 декабря. С того времени ведутся работы по устранению аварии и расчистке проезжей части. Администрация города выставила дорожные знаки ограничению скорости и просит водителей объезжать опасный участок дороги. Со слов заместителя главы Краснокаменска Дмитрия Былкова, работы по отсыпке дороги должны закончиться в ближайшее время. Госдума России приняла в окончательном чтении закона о внедрении электронных трудовых книжек. С 1 января 2021 года у работников появится выбор между бумажным и электронным документом. При этом работодатель обязан в письменном виде уведомить подчиненных об этом праве до 30 июня 2020 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова